Добрый день, вы смотрите программу экономикса. Сегодня в студии с приглашенным экспертом мы обсуждаем банковский бизнес, о текущем состоянии тенденции, а точнее вызовы и возможности, которые сегодня стоят перед российским банковским сектором. Тема банков сильно актуальна этой осенью. Банк России применяет нововведения в процессе регулирования сектора. Но обо всем по порядку. Я с удовольствием представлю нашего гостя Хафизову Гулинасту Рафировну, кандидата экономических наук, доцента кафедры банковского дела Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. Гулинаст Рафировна, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Начнем, наверное, с общего. Тенденции развития банковского сектора. Какие ключевые тренды за последние годы в этом секторе сформировались, и вы могли бы их отметить? Ну, первое, наверное, всем известно. То есть это идет укропнение банковского сектора, да, если вы заметили. Идет общая консолидация. То есть часто сейчас СМИ говорят о том, что отзывают лицензию того или другого банка. На самом деле, эта тенденция, я думаю, еще определенное время сохранится, но при этом мы понимаем, что это для нас тоже хорошо, поскольку банковский сектор, он должен быть более, скажем так, стабильным для того, чтобы поддержать нашу экономику в дальнейшем. Вот. Следующая, наверное, такая тенденция – это уход банковского сектора в сферу финансовых технологий или вообще, в принципе, информационных технологий. Вы, как современный, скажем так, пользователь, часто, наверное, используете такие, как дистанционно-банковское обслуживание. То есть, наверное, у вас есть часть, скажем так, карточек, где вы используете, перечисляете между друг другом, кидаете денежные средства. Это удобно. Ну и следующая тенденция – это регуляторная функция центрального банка. Она будет ужесточаться в будущем. Это только улучшит состояние банковской среды, как мы считаем, да, и как констатируют эксперты российского рынка о том, что это усилит позицию Российской Федерации на международном рынке, так и усилит позицию банковского сектора внутри экономики Российской Федерации. Вот регуляторная среда – это, наверное, главное, что определяло движение сектора, в принципе, всегда, но в последнее время в наибольшей степени. Какие изменения в регулировании, в принципе, произошли и к чему мы должны прийти в итоге, вот после этого процесса трансформации банковского сектора с точки зрения регулирования? Ну, смотрите, вообще, в принципе, с приходом на Биулина вы заметили, что регуляторная функция, она начала более сильно все время ужесточаться. То есть, велись определенные, скажем так, в части законодательной базы, да, которые не совсем касаются нас, как населения, но они регулируют полностью функции Центрального банка, и, соответственно, как поднадзорный орган, оно регулирует также еще и коммерческие банки, что, в принципе, как бы позволяет сделать более систему прозрачной. И для нас с вами, как пользователей, в будущем вы, как, скажем, полноценный пользователь, именно как физическое лицо, которое ранее люди, если не интересовались информацией о банковском секторе, но сейчас, когда вот эти постоянные отзывы и лицензии идут, мы все чаще обращаем внимание на то, что есть ли предпосылки такого дальнейшего развития у того или иного банка. Вот для меня, как физического лица, это важно, например, у меня есть те же самые вклады, да, кредиты какие-то. Если вот говорить об изменениях и их влиянии на национальной экономике, то каково вот оно, с вашей точки зрения? Много говорится о количестве финансовых институтов, необходимых для полноценного функционирования экономики, обеспечения финансовыми ресурсами. Ну, есть даже мнение, что там 50-60 больших банков в России было бы достаточно, чтобы обеспечить ее ресурсами. Так ли, и к этому ли мы идем в этом процессе? Ну, смотрите, вы понимаете, что кошелек центрального банка, он не резиновый, и поддержать все банки он не может. Но поскольку большинство банков сейчас развиты именно таким образом, что они выбирают несколько неправильные стратегии своего развития, да, что и привело к ужесточению мер именно со стран центрального банка и постоянному отзыву лицензий. Центральный банк, как орган, который вправе еще и регулировать именно деятельность коммерческих банков, он рассмотрел в этом как раз способность и возможность, да, что укрепнение вообще, в принципе, коммерческих банков и создание, скажем так, определенной базы позволит в дальнейшем развивать правильную экономику и, соответственно, составить конкуренцию международным банкам. Поскольку вы сейчас знаете, что очень малое количество международных банков представлено Российской Федерацией. Да, и они многие уходят, в принципе, с нашего рынка. Да, вот консолидация – это все-таки то, к чему мы идем. Но, заглядывая вперед, если говорить о влиянии на потребителя конечных финансовых услуг, как процессы вот эти сказываются на нас, на физических лицах, на юридических лицах, потому что вот может ли возникнуть ситуацию, когда вот, ну, там ряд больших банков будут представлять одинаковую линейку продуктов, одинаковое отношение к риску и, в принципе, параметру комфортности использования услуг может быть такое? Хороший вопрос. Вот посмотрите, вы как потребитель этих финансовых услуг, с точки зрения, например, депозит, вы будете искать ставки, где выше, правильно? Да. И безопаснее. И безопаснее. Ну, в принципе, как бы банк в этом сфере, как бы, он все-таки регулируется таким образом, застрахованная та сумма, то, что мы с вами обсуждали, миллион четыреста. В принципе, в рамках этой суммы вы можете раскидать по нескольким банкам. А также, как потребитель таких услуг, как кредитование, соответственно, вы будете искать более низкую ставку. Сейчас, вы заметили, наверное, с начала года появилась тенденция, возобновились кредиты по рефинансированию. Да. Активная реклама пошла. И это есть тот самый, скажем, галочка или рычажок, да, который позволяет нам оценить, что банковский сектор начинает новый передел потребителей. Количество физических лиц и юридических лиц, оно не изменилось. И с закрытием банков обслуживаться в других банках они не станут меньше, они просто перейдут в другой банк, соответственно. Поэтому здесь просто будет потребитель искать более выгодные условия для себя. Хорошо. Давайте теперь обсудим, наверное, новый формат санации банков, оздоровления финансового сектора. Как известно, вот сейчас оздоровление проходит через фонд консолидации банковского сектора. Чем он отличается от предыдущего формата санации банков? Смотрите, Набиолина по этому поводу недавно давала интервью, что, в принципе, как бы это новый, так скажем, способ санации банков, да. И почему это именно сейчас появилось? Потому что, в первую очередь, вы знаете, наверное, какие банки попали под это. Да. Открытие Бинбанк? Открытие Бинбанк. Это не маленькие банки, это довольно-таки крупные банки, если посмотреть, как быстро рос их портфель. И у них была правильная стратегия, направленная на развитие. Но вопрос в другом, что у них не хватило средств. И с этой точки зрения такие банки можно было поддержать, да, и не позволять обрушать полностью банковскую систему, да, Российской Федерации. И был создан данный фонд. Но пока что это, скажем так, процедура новая. И я не думаю, что кто-то из экспертов вам может рассказать полностью про эту процедуру. Я думаю, что в дальнейшем это только благотворно повлияет на банковскую систему, поскольку закрыть всегда проще, да, лечить гораздо сложнее. Но посмотрим, что из этого выйдет. Да, вот вы сказали, что не хватило средств этим банкам. Вот 800 миллиардов примерно о таком порядке сейчас идет речь. Необходимый для, ну, оздоровления этих банков. Но эти деньги пойдут, то есть на те проекты, которые те банки курировали, либо они на что вообще, в принципе, будут выделены? Хорошо. Сейчас вообще, в принципе, экономика направлена на что? На развитие не только банковского сектора, да, чтобы просто поддержать, да, но на развитие промышленности. Дело в том, что у этих банков была правильная направленность, деятельность. Они развивали именно промышленные отрасли. И поэтому вливание таких средств позволит в том числе развивать и промышленность, то есть ту прямую зависимость нашей экономики. Ну, потом не забываем еще кучу программ для физических лиц, которые предоставляются. Это ипотечные кредитования, выгодные, да, поскольку это есть еще понятие социальной функции, да, государства, то это, естественно, важно. Хорошо. А вот если, ну, опять-таки, немного отходя от темы, как, в принципе, проблемы в банке возникают, потому что, ну, обычно, как происходит, там обнаруживают дыру в капитале, там, несколько миллиардов рублей. Это ошибки менеджмента, либо это следствие каких-то рыночных проблем, в принципе, в секторе? Если посмотреть с двух сторон, здесь эксперты сходятся во мнении, да, на самом деле. Первое, это есть проблемы в экономике, то есть вы помните резкий скачок доллара, соответственно, большинство повлияло на развитие промышленности, на большинство компаний, соответственно, появилась некая дефолтность в портфеле банков. Поскольку, в первую очередь, у данных банков были именно кредитования юридических лиц, они в том числе и аффилированы, юридические лица, да, то, соответственно, банк направил эти средства, как вы говорите, залатать дыры, да. Это одна, скажем так, составляющая. Вторая составляющая, это то, что ключевая ставка резко изменилась, поэтому банкам нужно было срочно перестроиться. Но подстройка таких махин, естественно, она занимает определенное время, и, естественно, были определенные недочеты. Но в большинстве своем это, да, неправильно где-то направлены, наверное, средства и, соответственно, состояние экономики в целом тоже. Хорошо, спасибо. Возвращаемся к новой процедуре санации. Центральный банк – главное звено в этой процедуре, в этом процессе. Какие риски он на себя берет? В данном случае, наверное, нельзя говорить, что он полностью берет на себя риски, да, поскольку поддержание и вливание средств банков – это было всегда. Как вы помните, это и кризис 2008 года показал, да, что есть банки, которые необходимо поддержать и, соответственно, перечислить им средства. А в данном случае Центральный банк ушел просто от того, что просто забросьте эти средства, пришел к тому, что необходимо еще и контролировать, то есть направив эти средства, как они будут тратиться в дальнейшем. Таким образом контролировать процедуру санации. Но вы знаете, что в будущем, когда будет реализован определенный план, уже дальше, соответственно, будет выбираться, кому продаваться. И, соответственно, таким образом снова же пополнится тот бюджет. А вот продаваться, если говорить о реализации банков, как она будет происходить? То есть это будет продажа какому-то частному банку, либо правительству, либо реализация каким-то другим способом? В данный момент эта процедура, скажем так, не обкатана. И я не думаю, что кто-то вам скажет такую информацию полностью. Это будет зависеть от той государственной политики, соответственно, которая будет уже регулировать этот процесс. Финансовые технологии – это один из тех трендов, которые вы отметили в начале нашего интервью. Во многом они представляют собой ответ на вызовы и несовершенство банковской системы. То есть они улучшают и помогают развивать этот сектор. Если вот, ну, смотреть так более глобально, финансовые технологии – это новая возможность или угроза для банковской системы? Смотрите, всегда, если что-то новое появляется, у нас появляется некая опасность, да? Конечно. Мы ее боимся. В данном случае финансовые технологии тоже для нас, для именно поколения более взрослого, есть опасность, поскольку нас всегда обучают чуму. А вдруг это мошенники? И у нас на все это всегда направлены, да, все программы передачи, да, и СМИ. А в данном случае, если посмотреть, да, есть некая опасность. Но с другой стороны, согласитесь, гораздо удобнее. Вот вы, например, сидя дома, как вам гласит реклама, подали заявление, вам тут же одобрили кредит или карточку, вам ее привез, соответственно, на дом курьер, и вы не должны никуда не выходить, да? При этом еще не предоставили большой пакет документов. Это комфортно, это удобно. Вспоминать буквально там, ну, 3 года, 4 года назад, когда элементарно сходить оплатить там какие-то услуги, да, необходимо выставить было большую очередь. Сейчас вы просто заходите через интернет, закачиваете приложение или не делаете даже этого закачивания просто через, скажем, браузер какой-либо, да, проводите полностью ваши операции. Это комфортно, это удобно, но при этом нужно предполагать, что должна быть определенная направленность на безопасность. То есть банки здесь, в этой части, должны вкладываться в большое программное обеспечение именно по обеспечению безопасности. А вот если говорить о конкуренции, вот вы говорили о очень удобной системе, когда там на дом уже привозят все банковские там продукты клиенту. Конкуренция вот традиционного банка, вот как Олег Тиньков говорит, с филиалами, там с большой системой управления, и онлайн-банк. Как вот они будут конкурировать в будущем? У кого преимущество? Ну, смотрите, на самом деле тенденция ухода банков от филиальной сети, она уже была довольно давно, то есть до еще вот этого момента волны отзыва лицензий. Сейчас большинство банков, сокращая таким образом издержки, ну, не секрет, наверное, для вас, поэтому и они уходят от того, что сокращая количество филиалов, оставляя только доп. офисы или опер-офисы, они уходят в систему еще и онлайн. При этом предполагается, что произойдет 40% сокращения именно персонала, который обслуживанием занимается. офис. Но не забываем, да, что в любом случае офис, он должен быть. Очень, на самом деле, тяжело, когда вы не знаете, где находится по факту банк, в который вы можете прийти и задать еще дополнительные вопросы, поскольку для вас и для меня в том числе важно видеть человека, с которым вы общаетесь, который отвечает на ваши вопросы. Поэтому я думаю, что такая конкуренция сохранится, но при этом традиционный банк, он тоже будет иметь место всегда. Хорошо, и последние два вопроса про будущее. Первый, каким видится оптимальная модель банка через 5-10 лет, по вашему мнению? Вернее того, что за 5-10 лет глобальных изменений не произойдет в этой части, поскольку мы прекрасно с вами понимаем, что традиционный банк, еще раз, для взрослого поколения, он все равно востребован и нужен. И те же самые, например, если мы касаемся не физических лиц, которые мы с вами молодые можем, а юридические лица. Они в любом случае все равно приходят в банки, те же самые выписки все равно каждый раз формируются, поскольку есть понятие еще и налоговый орган, который также надзирает за ним. Поэтому я думаю, что не особо изменится. Это слишком маленький, наверное, период для изменений. Хорошо, и второй вопрос касательно карьеры. Вы являетесь ответственным по профориентационной работе и контактам с работодателем. в вашем институте. Каковы тенденции для работодателя? В принципе, вы отметили, что он будет сокращать издержки, в том числе сокращение филиалности и операционистов. Если я рассматриваю себя в качестве карьериста в банковском секторе, на какие тенденции я должен обращать внимание? Ну, сейчас у большинства банков, поскольку консолидация происходит, тенденция такова, что они берут сотрудника, скажем так, взращиваю полностью с университетской скамьи и выращивают его уже даже дальше на своей базе. Первое. Да, сокращение 40% персонала будет, но это будет сокращение персонала, который обслуживанием занимается. Непосредственно фронт-офис, который занимается приемом, скажем так, людей, а именно обслуживанием тех, кто курирует пэк-офисы, бухгалтерию и так далее. Но при этом количество всегда продажников, менеджеров, консультантов, кредитных аналитиков, оно всегда востребовано, оно не изменится. И сейчас появляется такая новая составляющая, которая раньше не особо по вас, скажем так, видна. Это люди, которые будут следить за программным обеспечением в банках. То есть это те, кто будут курировать данное программное обеспечение, и те, кто будет его разрабатывать. Поэтому я думаю, что в будущем, если вы еще обратите на это внимание, как раз на финансовые технологии, то вы будете востребованы. Хорошо, Гульнаса Рафировна, благодарю вас за интересное интервью, за содержательные ответы. Спасибо вам большое, Рим. Я напомню, что вы смотрели программу «Экономикс». Мы сегодня обсуждали банковский бизнес, вызовы и возможности. У нас в гостях была Хафизова Гульнаса Рафировна, кандидат экономической наук, доцент кафедры банковского дела Института управления экономикой и финансов Казанского университета. До свидания.